Полный контакт с Владимиром Соловьёвым. Телефон прямого эфира 232-15-59. Вот в таком я боевом настроении. Вот в таком. Вы, напоминаю вам, слушаете Вести ФМ, полный контакт, смотрите Соловьёв Лайф на Ютубе, подписывайтесь на телеграм-канал Соловьёв. Я вам сейчас дам возможность послушать кадры из Нагорного Карабаха. Сейчас там неожиданно тихо. А те, которые нас смотрят, они сейчас увидят. Это фрагменты, ну, не воздушного боя, а наземного воздушного боя, когда пытаются сбить, судя по всему, самолёт. И вот когда ты на это смотришь, что-то, ну, что-то, 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 не понимаешь, что за каждым вот таким отправленным, вот в человеческий жизнь. И ты смотришь на это, и, в общем, на самом деле, это страшно. Нами, в основном, в этой улице, в России, в России, в России, в России, в России, в России. И где-то они. Но мы как привыкли к своей идее, насколько мы перестали понимать, мы не стали чувствовать, для нас теперь всё это, ну, пустяки, и всё это почти нормально. Ребята, это ненормально, это люди гибнут. Это страшная, тяжёлая, война, понимаете? Это всё ненормально. Мы пытаемся вывести его сейчас. Без согласия нет мира, а мир нужен. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваши слова услышат. Вы только что видели мудреца, большого государственного деятеля, Григория Аркадьевича Габриэлянца, бывшего министра геологии СССР, который родился и вырос в Баку. Последние 10 лет живёт на горном Карабахе. Вот его слова вы слышали. Прямо сейчас пришла информация, что Сергей Ильич Лавров провёл телефонный разговор с главами МИДа Азербайджана и Армении в ходе бесед стороны подтвердили приверженность договорённости о прекращении огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. А сейчас я хочу заработать немного денег, потому что нам стало известно из абсолютно неуважаемых источников. Покажите, пожалуйста, эту информацию. Вот компромат групп сообщает. Как сообщают источники, Марго Симонян получил увесистый бюджет 700 миллионов на антиазербайджанскую пропаганду в российских СМИ. Мерда пропаганды незамысловатые. Вброс фейков в телеграм-каналы, заказные заметки на сайтах, где это возможно протащить, а также недопущение экспертов с объективной точкой зрения на конфликтах шло на ящики. Армянских толстосумов, которые консолидировались вокруг известного инвестки Далы Варданяна, можно понять, режим Пашиняна трещит по швам, ну и так далее. Но я, естественно, хочу немедленно заработать деньги, которые уже получила Марго, так что надеюсь, что свою долю вот Марго мне сейчас выделит. Марго, привет. Во-первых, даже обидно, почему-то только 700 миллионов рублей выделили на это. Как? А как? А как? Почему так мало? Я сразу начинаю волноваться. 700 миллионов это только в мире. Да, потому что я помню, что говорили. Почему у Соловьева такая позиция? У него золотой Феррари в Карабахе стоит и серебряный в Москве. То есть, а тут, понимаешь, только 700 миллионов. Зная мои аппетиты, это другое. Продолжение следует...